Всем привет! Вы на канале Прошу к Столу. Сегодня мы с вами будем готовить французский киш с рыбой. Конечно, это уже знаменитый рецепт, но я хочу поделиться тем рецептом, который нравится мне. И может быть, многие из вас приготовят замечательный вкусный ужин для своей семьи. Я очень люблю пироги с рыбой, и в этом рецепте мне нравится то, что все продукты вы можете купить в ближайшем магазине от вашего дома. Все ингредиенты, которые нам понадобятся для пирога, вы сможете найти внизу под видео. А мы начнем готовить. Приготовим песочное тесто. В блендер насыпаем просеянную муку, добавляем соль и сахар. Ложку сметаны и желток. Добавляем сливочное масло. Оно должно быть обязательно очень холодным. И 1 столовая ложка водки. Водка сделает тесто более хрустящим. Прокручиваем тесто в блендере. Мне очень нравится такой способ приготовления. Блендер сделает все за нас. И тесто получается мягким и рассыпчатым. Форму для запекания лучше всего использовать со съемным дном, чтобы удобнее было вытаскивать тесто. Пергаментную бумагу использовать не обязательно, потому что тесто маслянистое и прилипать не будет. Также можно использовать силиконовую форму с низким бортиком. Пересыпаем тесто в форму для запекания. Формируем шарик. И распределяем тесто по форме. Тесто надо распределить ровным слоем 5-6 мм. Делаем бортики повыше, потому что будем заливать жидкую начинку. Такой вариант теста замечательный тем, что вы можете его приготовить заранее и несколько дней хранить в холодильнике. Или в морозильной камере 2-3 недели. Сделали красивую форму теста и поставили его в морозилку на 5 минут отдохнуть. Теперь тесто прокалываем вилкой и кладем сверху пергаментную бумагу. Засыпаем горохом или фасолью. Я использую горох. Это мой так называемый рабочий горох, который я использую только для выпечки, как груз, чтобы тесто не поднималось. И выпекать будем тесто при 180 градусах 15-20 минут. Пока тесто запекается в духовке, приготовим начинку. Шпинат промываю холодной водой. Приготовлю яично-сливочную смесь. Яйца взбиваю со сливками. Я использую 10% сливки. Добавлю к ним соль и черный перец. Добавлю к ним соль и черный перец. Сыр натираю на крупной терке. Вы можете использовать любой сыр, какой вы любите. Рыбу нарезаю кубиками и довольно большими кусочками. Так вкуснее. У меня это копченая форель. Теперь в готовый корж выкладываем начинку. Сначала выкладываю листики шпината. Сверху кладу рыбу. Обязательно к рыбе добавляю розмарин. Засыпаем все это сыром. Опять выкладываю листики шпината и заливаю яичной смесью. Пixesня. Продолжение следует. Не используюousing шпината и зμέберем. Polyвис. Выкладываем реминиlle. выпекаем пирог при 180 градусов 20-30 минут готовность пирога можно определить по золотистой корочки пирог готов аромат невероятный так и хочется попробовать уже кусочек готовый пирог я посыпаю зеленью пирог получился сочный и ароматный копченая форель и розмарин нежное и слегка хрустящее тесто это безумно вкусно рекомендую приготовить вам рыбный киш к семейному ужину и вашим близким обязательно понравится спасибо что смотрели нас подписывайтесь на наш канал делитесь нашими рецептами прошу к столу и приятного вам аппетита